В начале мая 2023 года состоялась рабочая поездка на Донбасс, инициированная представителями общественных организаций Свердловской области. Целью посещения все еще горячих точек явилось желание общественников наладить взаимодействие с вновь образованными территориями Луганской и Донецкой народными республиками. Я ехал туда как представитель общественной организации «Народный контроль». Мы встречались с председателем общественной палаты и с членами общественной палаты. Также были там представители предпринимательских сообществ и других общественных организаций. Нас встречали очень тепло, душевно. Я так понял, что мы вообще первые общественники, которые посетили эти регионы от Свердловской области. Мы побывали в Луганске. На следующий день мы заехали в город Счастье, это в пригороде Луганска, небольшой город. Встретились там с нашими земляками, танкистами. Передали им там некую гуманитарную помощь. А потом у нас был путь в Донецк. В Донецке мы встречались с председателем торгово-промышленной палаты, с ее коллективом. На следующий день мы встречались с нашим подшефным городом, за кем призматривает, так сказать, Свердловскую область. В Макеевке мы встречались с головой. В период, когда мы ездили, это было с 3 по 5 мая 23 года, Луганск был освобожден сразу, в начале еще спецоперации. Поэтому там было более-менее тихо. И перелеты начались только вот с поставки этих британских дальнобойных ракет украинскому режиму. А вот в Донецке все не так. Там линия соприкосновения рядом с Донецком, и там регулярные перелеты. Нас приглашали на прямой эфир, вечерний на радио Комета. Во время прямой эфира мы слышали взрывы на окраинах города, куда доставали украинские снаряды. В начале октября президент подпишал указ о вхождении четырех республик Херсонской, Запорожской, ДНР, ЛНР в состав России. И у них переходный период на нашу правовую базу. И отсюда такие достаточно сжатые сроки для формирования органов исполнительной власти, формирования органов муниципального самоуправления. Отсюда нехватка кадров, отсутствие компетенций. Люди в предпринимательской сфере не знают, как пользоваться налоговым кодексом, как организовать, как перерегистрировать предприятие, как платить налоги. Из этого там коллапс. И в том числе и органы власти не сформированы, они не могут людям пояснить и объяснить. И на мой взгляд, мы с коллегами решили, что мы можем правовую помощь оказывать, консультативную, консалтинг. И сейчас на некоторых площадках мы ведем эту работу, настраиваем. Тем более мы договорились с Луганском и Донецком о создании рабочих групп. С нашей стороны будут предприниматели, представители общественности, может быть, представители власти и с их стороны такие же группы для взаимодействия, для налаживания взаимодействия, чтобы они быстрее влились в нашу российскую, так сказать, действительность. Флэра, они разошлись на ура, люди любую помощь принимают. Я думаю, что сейчас у них идет период ознакомления с нашей деятельностью, с нашим, так сказать, пакетом, что мы можем, в том числе знакомство с сайтом, знакомство с нашим мобильным приложением. А из Луганска уже было заявление о нарушении прав при выплате заработной платы, и народный контроль уже отреагировал, написав. И уже получив ответы даже от прокуратуры и от трудовой инспекции, в общем-то, мы уже взаимодействуем. На мой взгляд, она будет развиваться положительно, но есть фактор риска в связи с военными действиями. Но в любом случае хозяйственная деятельность, гражданская сфера должна функционировать. В Луганске мы обедали, гуляли по городу, да, там комендантский час, но люди вечером, молодежь, выходят, общаются. В Донецке все немножко как бы иначе, но тоже город живет. Там 600 тысяч на сегодняшний день, до войны там было миллион двести. И это большой город, и люди должны жить, должны покупать еду, покупать товары народного потребления, функционировать каким-то образом. Естественно, что должен быть товарообмен, в чем заинтересованы и наши предприниматели, и их предприниматели. Никаких упаднических настроений со стороны представителей, так сказать, властных структур мы не заметили.